Привет! Это Кэт Мор с проекта ControlPaint. Сегодня мы продолжим наш разговор в визуальном измерении, но на этот раз мы коснемся пропорций. На ранних стадиях, когда вы только учитесь рисовать, очень важно научиться правильно отображаться пространственные взаимоотношения между объектами, которые вы видите. Если не разобраться с этим вопросом в самом начале, то дальнейшее обучение рисованию превратится в гонку с препятствиями. Вы только и будете заниматься тем, что стараться исправить свои ошибки. В прошлом занятии мы говорили о том, как правильно использовать карандаш для того, чтобы измерить угол объекта. Так мы вычленяем форму объекта, в которой мы наблюдаем в реальном мире. Но мы еще не говорили о визуальной оценке пропорций. Итак, представим, что мне нужно измерить эту чашку. Мне опять же понадобится прямой объект. В нашем случае это карандаш. Точно так же, как и в предыдущем занятии, вам нужно вытянуть руку, держа карандаш вертикально или горизонтально. Первое, что нужно сделать, установить единицу измерения. Каждый раз для каждого рисунка она будет своя. Я держу свой карандаш горизонтально. Мне нужно определить, какая ширина у ручки чашки. Я взял за единицу измерения большой палец. Теперь при помощи этой единицы мне нужно замерить ширину. Она оказалась равна одному пальцу. Теперь я могу двигать рукой. Моя единица измерения все равно никуда не исчезнет. Теперь мне нужно измерить другие стороны объекта. Например, мне нужно узнать, каково отношение ширины ручки к ширине всей чашки. Итак, ширина чашки больше ширины ручки примерно в два с половиной раза. Я отмечаю это на странице. При этом я не рисую саму чашку. Я просто обозначаю горизонтальные отрезки в соответствующей пропорции. Конечно, это лишь примерное обозначение. Я не пользуюсь линейкой. Тем не менее, мне удалось довольно точно передать основные пропорции. Подобные операции я буду делать и дальше, с каждым разом узнавая больше о пропорциях окружающих пенеобъектов. Теперь перейдем к измерению вертикальной плоскости. За единицу измерения я возьму расстояние между верхним и нижним краем чашки. Мне нужно измерить отношение этой единицы ко всей высоте чашки. Итак, сначала я сравниваю высоту с большим пальцем, а потом оцениваю, сколько больших пальцев войдет в высоту чашки. Как только я измерю расстояние, я указываю его на странице. Как видите, мой рисунок пока еще вообще ничем не похож на чашку. Вместо этого я указал на нем отношение одних частей объекта к другим. Пока что я набрасываю общий тертеж. Когда он будет готов, когда я закончу с вычислениями, то смогу приступить к прорисовке контуров чашки. В зависимости от того, насколько точное изображение вам нужно получить, вы можете измерить объект столько раз, сколько вам угодно. Для каждой плоскости, для каждого измерения используя новую относительную единицу измерения. Однако для определенных объектов есть свои стандарты. Например, если вы рисуете человека, то лучше измерять высоту его тела в головах. То для начала вам нужно измерить высоту головы при помощи большого пальца и затем использовать эту единицу для того, чтобы измерить высоту или ширину тела. Каких-либо особых причин для того, чтобы использовать именно голову нет. Просто ее легко измерить и использовать в качестве стандартной единицы. Конечно, данная техника измерения пропорций часто комбинируется и смешивается с техникой измерения углов. В обоих случаях вы пользуетесь одними и теми же инструментами, вытянутой рукой, большим пальцем и карандашом. Эти техники помогают вам измерить объекты окружающего мира и верно перенести их на бумагу. Поначалу эти методы могут показаться слишком долгими и неудобными, но после должной практики они станут для вас такими же естественными, как дыхание. Конечно, лучше всего эти техники работают тогда, когда перед вами реальный объект. В случае с фотографией все будет несколько сложнее. Но когда вы рисуете объекты из окружающего вас мира, эти техники действительно очень полезны. Так что давайте-ка отвлекитесь от экрана и попробуйте попрактиковаться с изображением реальных объектов. Спасибо за внимание!